И прямая спина. Корсет в то время был необходимым условием соблюдения канонов красоты. Но самой главной целью корсета было исправлять физические недостатки. Это прятать какой-нибудь жирный живот, увеличивать унылую, утлую грудь при помощи сжиманий. Там они что-то вставляли в нее. Раньше женщины действительно жили в оковах. Их страшно сильно затягивали. А сейчас мы больше не хотим так страдать. Питались иначе. Женщины были ниже, бюст был короче, они рожали много детей, поэтому грудь была крупнее, а бедра шире. Были разные виды корсетов. Надо понимать, что корсет был архитектурной основой платья. И именно он лепил силуэт. Посмотрите, это корсет для беременной женщины. Потому что даже будучи в положении, носили корсет. По бокам у него несколько рядов шнуровки, которые ослабляли по мере развития беременности. И корсет рос вместе с ребенком. Детям надевали корсетики с самого рождения. Были корсеты для новорожденных, а далее, соответственно, возрасту. Ребенок из благородной семьи должен был носить корсет. Можно было подтянуть все как надо. Это для годовалого ребенка. Это 1900 года. Их продавали в больших магазинах. Есть отметка об этом, что он на трехлетнего. Для трехлетнего, кстати, ищет туда-сюда. Можно дышать. Есть утяжки. Можно было настраивать. И ребенок мог в нем расти. Это называется, если тебя будешь плохо вести, мы тебе затянем его. А это для ребенка 5-4 лет. В нем есть уже косточки из китового уса, чтобы хорошо держал спинку. И сдвигались лопатки. Видите, бретельки можно настроить. Это уже можно на невесту надеть, на какую-нибудь. А хотя нет, 10 лет. После родов надевали корсет кормилицы, который раскрывался на уровне груди, чтобы можно было кормить ребенка молоком. Этот корсет кормилицы особенный. Он черный. А черный цвет был цветом траура или для пожилых дам. Единственное объяснение – это корсет вдовы, которая кормила ребенка после смерти мужа. Были еще и ортопедические корсеты. Видите, тут два жгута из никеля. Подставки под руки, чтобы их было легче держать. И тонкие ремешки, которые фиксировали сзади крестом. Красивая структура. Самый откровенный корсет – кроваво-красного цвета. Это корсеты кокоток, которые носили певицы, актрисы, женщины из кабаре. Когда такие женщины умирали, их семьи не хотели, чтобы знали, чем она занималась, и их корсеты выкидывали. Среди кокоток были и женщины на содержании, которые выходили в свет с состоятельными мужчинами. Они носили что-то вроде этого – нежно-розовый, но с очень ажурным контрастным убранством. После Первой мировой войны было меньше слуг. Стали изобретать самозатягивающиеся корсеты, например, лентяйка. В начале 1850-х годов была создана анилиновая краска. И это дало возможность окрашивать модные яркие оттенки все виды одежды и даже белье. Нижнее белье стало цветным. Попронзить на желтый цвет. Теперь могли получать яркие искусственные цвета, и корсеты стали яркие. И это не было вульгарным. Где тут вверх, где тут вниз. Это крючки для юбок. Это крепление спереди. Это грудь. Обычно было много косточек. Это крючки, чтобы присоединять нижние юбки. И одежда крепко держалась. Очень современно выглядит. Все такое твердое. Не позавидуешь. Черные корсеты носили разные женщины. Этот очень красивый, с застежками в форме лебедей. Из такой ткани шили много свадебных платьев. А, но тут уже более-менее... Все-таки жирная женщина была. Судя по всему, да? Корсет для спорта. 1870-й. Играли в мяч, занимались гимнастикой. Это даже не кожа. Это лощеный хлопок. Цвета такие яркие. Ношение корсета было признаком моральной чистоты. И при этом считалось, что женщина, не носящая корсет, она просто ленива и низкого происхождения. А женщины из низших сословий не утруждали себя ношением корсетов и только там по праздникам одевали свои доспехи. Это для простого людо XIX века. Даже самые такие крестьянские слои населения, и те применяли корсеты. Для шнуровки есть отверстия из металла. Есть ушитые места, чтобы подчеркнуть грудь. Корсет еще без косточек, но есть бретели. Ткань очень грубая. И верх на кулиске. К телу одевалась рубашка, а потом уже корсет. Талия при помощи корсета становилась все уже и уже, а юбки все шире и шире. И в течение, ну, наверное, даже до середины XIX века, до 1856 года женщины носили строго регламентированное количество нижних юбок. Их должно было быть шесть штук. И они должны были быть только белого цвета. Другой цвет считался абсолютно недопустимым и неприличным. Так как швейных машинок не было, первые машинки появились где-то в 1850 году, что юбки эти долгие и мучительно шили там белошвеки. Это силуэт 1900 года, который строится на большом количестве нижних юбок. Это не платье, а лишь верхняя нижняя юбка очень тонкой работы. Несколько нижних юбок из хлопка, затем одна-две из шелка сразу под юбкой, а кружево вышитое из тюля. Талию снова затягивают и начинается нанизывание нижних юбок. А сами юбки округляются. Их называли скромницей, целомудренницей. У каждой нижней юбки было свое название в зависимости от глубины. Спасло появление кринолина. Для нас кринолин – это клетка, что-то пугающее, похожее на купол. Но на самом деле он был очень легкий, раскачивался и позволил избавиться от слоев юбок вокруг ног. Само слово кринолин – это объединение двух слов. Крин – это конский волос, а лин – это лен. Появилось оно в 1829 году. Это была нижняя юбка, которая подчас делалась либо из китового уса, либо из металлического каркаса. И иногда она в ширину достигала прям чуть ли не 6 метров. И только с 1859 года нижние юбки исчезли и остался только один кринолин. Его стали, наконец, делать машинным способом. В середине 60-х годов появились два вида кринолинов. Один вид – это был для повседневной одежды. Он был круглый, не такой длинный, чтобы в нем можно было быстро перемещаться, похожий по форме на воронку. И второй вид кринолина был более широкий, с хвостом, более пышный, как называемым, значит, шлейфом. И накрывался он уже одним слоем перкалевой юбки. Кринолин представлял большие возможности для принятия благородных пост, что предписывало церемониалам как при дворе королевы Виктории, так и при дворе императрицы Евгении. Он позволял внешне соблюдать предписанную скромность. Кринолин своей шириной определял меру дистанции, служа буританским целям. Его носительницы сами решали, каким легким прикосновением приподнять его или раскачать. Это в музее делают основу для кринолинов. В 1850-е годы плечи были покаты. Объем юбки очень точно соблюден, с изгибом сзади. Вы посмотрите, что творили. А в 1850-е годы появляются кринолины. Верхнее платье куколки. Раньше у кукол был такой же гардероб, как и у людей. А это кринолинчик. Совсем легкий, примерно 1860-й год. Маленькие пуговки. Просто какие-то крошечные. Таких никогда не видела. Перегруженность стала самой отличительной чертой второй половины 19-го века. Вакханалия ткани. Культ количества. Иногда на платье затрачивалось не меньше 15 метров ткани. Создание кринолинов связывают с именем императрицы Евгений. Вдохновителем императрицы был, конечно, мужчина. Звали его Чарльз Фредерик Ворта. В доме Ворта, показая каждой новой коллекции, демонстрировались они уже не на манекенах, а на живых женщинах. И деятельность этого кутюре была столь значительна, что даже было описано в романах имени Узоля «Запанья» и «Дамское счастье». Своим продвижением он, конечно, обязан был своей жене, которая ходила с эскизами своего талантливого мужа к богатым модницам высшего света и показывала работы своего мужа, тем самым предлагая, чтобы он шил им платье. Однажды жена Ворта попала к Паулинии Меттерних. Жадная жена австрийского посла с условием, что она заплатила ему 600 франков за каждое платье, заказала два платья. И это был первый и последний случай, когда Ворта продал свои произведения искусства такую маленькую цену. Ее кринолин вызвал интерес самой императрицы. И императрица Евгения сделала Ворта своим придворным партнером. Практически все изменения модного силуэта в течение 30 лет, с 60-х годов до 90-х были продиктованы домом Ворта. Кринолин, тюрнюр, корсет, кераса, И именно в этот период появились женские трусы. Кстати, совсем недавно на аукционе панталоны с монограммой королевой Виктории были проданы за 10 тысяч евро. А нижнее белье австрийского императора Франца Иосифа Первого было продано с молотка за 6 тысяч евро, а ни разу не надеванное белье его жены всего лишь на всего за 3 тысячи евро купил какой-то неизвестный коллекционер нижнего белья. Трусы Трусы панталоны их не считали красивыми говорили что это ужасно и лучше бы женщины не носили панталоны но постепенно панталоны стали украшаться кружевом и вышивкой и уже через 40 лет их называли херувимчиками и ангелочками девушки давали в приданное то, что она могла привнести в семью белье для дома скатерти для стола нижнее белье белье вышивали вышивка требовала большой сосредоточенности особенно в небогатой семье потому что для буржуазии его готовили монахини во время свадьбы приданное раскладывали на столе гостям показывали даже нижнее белье это было перенято у двора во время королевской свадьбы все подарки показывали но в конце девятнадцатого века появляется больше целомудрие и выставлять на показ нижнее белье становится непристойным и белье гостям больше не показывают мода в семидесятых годах девятнадцатого века была поддержана молниеносным переменам кринолины перестали носить миг а именно в 1867 году в 1870 году уже появился первый тюрнюр кринолины были круглые а с 1870 годов юбка сужается и появляется такая штука под юбку тюрнюр куда-куда это ставят спереди или сзади а для чего это чтобы не дали а поверх шла юбка чтобы прикрепить его к юбке вот ленты как хвост у животного это эпоха тюрнюра 1870 в моду вошел новый силуэт женской фигуры так называемые С-образные то есть у них было полное отсутствие живота даже скорее впалый живот очень высокая пышная грудь как правило она была увеличена специальными какими-то кружевными подкладками и сзади на ленте или на поясе привязывался так называемый вот этот элемент тюрнюр который искусственно делал задний отсек женщины неправдоподобно пышным делая его главным эротическим элементом в женском костюме накладочки накладочки на тот самый задний отсек дезобелье под ним тоже сзади носили тюрнюр это из железа фронметал да да потому что здесь он даже проржавел в некоторых местах другой вариант тюрнюра из металла он мягкий и покрыт кружевом и вот он в обшитом виде это как бы голый костяк а это уже более и он его так затягивая можно было изгиб сделать посильнее или послабее чтобы он больше оттопыривался и чтобы он меньше оттопыривался его можно затянуть их называли хвостом креветки как современная скульптура и по идее ведь его никто не видел но смотрите даже в невидимом состоянии они для себя его делали весь в кружевах это фо-кю начиная с 1870-х годов объем сдвинулся назад на ягодицы фо-кю визуально поднимались до уровня талии или выше юбка приподнималась сзади и создавалось ощущение огромных ягодиц новые модели раньше были прямо таки большими изобретениями они были как технические ноу-хау этот сделан из пружин этот из колец не всегда понятно как они садились часто на табурете а вот там лежит тюрнер это клетка с встроенным тюрнером Рината вы неправильно надели вы должны быть внутри конструкции а 50-летняя женщина считалась старушками раньше продолжительность жизни была 60 лет а сейчас почти 89 80 а а а а Компания, производящая женское нижнее белье, теперь стали производить более удлинённый русалочей формы корсет, который доходил практически до середины ведра и сковывал движение женщины. Она не могла в нём куда-то побежать быстро и не могла в нём особенно так сидеть, потому что она могла только в нём либо лежать, либо полулежать. И назывался этот корсет «Кираса». В переводе он означал «броня», «панцирь». Хотя, конечно, с виду было очень женственным. Во второй половине 80-х годов мода натюрнёра достигла своего апогея. Наступает время культа женского белья. И на женщине того периода было одето около двух килограммов нижнего белья. Но делалось оно из самых изысканных, из самых тончайших тканей. Это нижнее бельё нужно было производить и всячески украшать. Существует безумное количество профессий, которые стоят за производством белья. В Париже было их тысячи. Например, были специальные люди, которые обтягивали тканью малюсенькие пуговички. В домах высокой моды были отделы платья, меха и белья. Можно было заказать сшить бельё у портных по белью, найти в больших магазинах или обратиться к кутюрье, чтобы бельё было от известного модельера и соответствовало верхнему платью, сшитому в этом же доме мод. В Париже стоимость труда была очень низкая. Женщины, дети и пожилые люди много работали. Таких женщин называли грезетками. Такая работа давала им ощущение финансовой независимости, но это был почти рабский труд. Они работали день и ночь. Такие женщины, близкие миру моды, видели, как одежда шилась, и поэтому очень следили за своей внешностью и кокетничали. Их можно было заподозрить в лёгком поведении. Они сами себе зарабатывали, в отличие от благородных дам, которых содержали мужья. Если женщина работала, значит, она из плохой среды, поэтому её подозревали в лёгкой профессии. Тем более, если её ремесло – нижнее бельё. Шум большого города, большие магазины, крытые пассажи, в витринах, корсеты. Вначале это выглядело возмутительно. Сейчас такое эротизированное пространство для нас стало обычным делом. С индустриальной революции кружево стало более доступным. Машинки Брокар теперь могли ткать кружево шентильи. Это была дешёвая имитация дорогих кружев. Создаётся иллюзия доступной роскоши. Изысканное бельё, которое было прерогативой высшего общества, стало продуктом серийного производства и доступно многим женщинам. Врачи того периода активно выступали против всех видов корсетов. В знаменитой антикорсетной филиппике Люка Лимнера «Мать природа против молоха моды» написанной в 1874 году написано о 98 болезнях, причиняемых корсетом. Среди них есть головные боли, истерия, краткий срок жизни, малокровие, меланхолия, геморрой, искривление, бесплодие, раны груди и даже рождение уродливых больных детей. Вот лозунги врачей того периода. Корсеты – это модный яд медленного действия, убийца рода человеческого, самоубийство по моде. Рентгеновские снимки ясно показывают, что тесный корсет действительно смещает ребра внутрь и вверх, меняя положение внутренних органов. Появился модный миф, что любители тонкой талии для того, чтобы шнуровать корсет наиболее туго, специально себе удаляли последние ребра в своем теле, но подтверждений этому нигде не нашлось. До 43 сантиметров физически можно было утянуть свою талию. За такой вот рекорд была внесена в книгу рекордов Гиннесса некая Этели Грэнджера, которая была, конечно, малосимпатичная особа, но талия у нее была именно 43 сантиметра. Кстати, совершенно недалеко от нее ушла Елизавета Австрийская, почитаемая народом под именем Сиси. Ее талия достигала 48 сантиметров. Но вот представьте себе, что у Сиси был рост, как у меня, 175-176 сантиметров, и весила она 45 килограммов. Это значит, из меня нужно отрезать 10 килограммов, затянуть меня в эту удавку до 48 сантиметров. Мне кажется, меня можно просто куда-нибудь госпитализировать. А эта женщина так жила, у нее была строжайшая диета, малокалорийная. И это в то время, когда женщины перед трапезой снимали специально корсеты, потому что смена блюд составляла не менее 15 перемен. То есть настоящая героиня. Это, я считаю, была первая такая предвестница теперешнего идеала красоты. Худая, значит, красивая. Феминизм на той поры не получил поддержки широкой в обществе. Никто не хотел поддерживать суфражисток и дам вольного поведения, проповедующую атеизм, свободную любовь, свободный образ жизни. И они скорее ассоциировались с образами младенцев, скормленных опиумом, и мужей, оставшимися без обедов и без пуговиц. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok